Ованес Шерас, армянский поэт, общественный деятель. Ованес родился в городе Александрополь, Гюмри, в самый разгар Первой мировой войны, во время начатого молодотурками геноцида армян. В мае 1918 года Александрополь был захвачен турками. Отец Ованеса был убит турецкими солдатами в поле во время работы. В декабре того же года Александрополь был возвращен в состав Армении. Ованес рос в приюте для сирот, пока однажды на рынке случайно не нашел свою мать Астрик. В отрочестве Ованес был помощником сапожника, работал на текстильном комбинате Ленина Канна. Его первое произведение «Приход весны» был опубликован в 1935 году. В 1937-1941 году Шерас учился на филологическом факультете Ереванского государственного университета. В 1956 году Московском литературном институте имени Горького. Опубликовал в сборнике «Начало весны», «Голос поэта», «Лира Армения» и другие. В 1960 и 1969 году фирма «Мелодия» на виниле выпустила вокально-симфонический цикл «Авета Тертариана. Родина» на слова Ованеса Шераза. Ованес Шераз умер 14 марта 1984 года в Ереване, похоронен в пантеоне парка имени Комитаса. В Гюмри, Александрополь, где родился Ованес, на улице Варпетац, в середине 1980 года был открыт музей поэта, где собраны фотографии и документы, личные вещи и издания его произведения на 58 языках. Его именем названы улицы в Армении и Иране. Мемориальная доска установлена на доме 20 по проспекту Маштоца в Ереване. Кстати, турецкая певица армянского происхождения Сибил исполнила песню «Письмо», написанную на основе произведения армянского поэта. Ованесу Шеразу свои стихи посвящали Евгений Евтушенко и Александр Гитович. В 2005 году кинорежиссер Левон Маккартычан выпустил фильм «Ованес Шераз». Шераз – автор около 40 поэтических сборников и переводов. Его богатый словарный запас и чувствительный стиль, дополненный фольклорными и разговорными элементами, сделали его поэзию одним из высших достижений армянской литературы. Критики считают многие его произведения шедеврами. По словам Пару и Рассевака, современная армянская поэзия поднялась на хребте Шераза. Шераз – великий талант. Мы должны гордиться и считать большой честью то, что мы лично знакомы с ним, писал Уильям Сароян. Шераз строил свои стихи с использованием армянского «туфа эмоций», добавил Евгений Евгтушенко. Стихи «Ованеса Шераза» известны по всему бывшему СССР и за рубежом. Многие считают, что «Ованес Шераз», как и Сергей Есенин, использует много метафор, поэтому переводить его стихи очень сложно. Во время встречи с советскими писателями, например, чтобы продемонстрировать, какая поэзия ему нравится больше всего, хинди-писатель Бхишам Сахни показал журнал со стихами «Ованеса Шераза». О Шеразе можно рассказывать бесконечно долго. Но вот интересный факт – «Ованес Шераз». Такое яркое имя поэту дал Атхпет, автор новелл. Шераз – это древний город на юге Ирана, который славится своими цветами и винами. В этом иранском городе жили и творили много поэтов. Лирика Оника Карапетяна была настолько красивой и лиричной, как аромат шеразских роз, что так за ним закрепился этот псевдоним. Есть еще одна версия происхождения псевдонима – Шеракская область, название местности, на севере Армении, где родился поэт. И от этого имени произошел псевдоним Шераз. Кстати, как произошло воссоединение Шераза с матерью? В биографической статье много было написано о том, что Шераз нашел свою маму на рынке. Но как он туда попал? Мальчику было три года, когда Александрополь, как я говорил, Гюмри, захватили турки. В общей суматохе Шераз оказался один и потерялся в толпе. Вместе с сотнями и тысячами детей Оник оказался в детском приюте. Там прошло его детство. Все годы в приюте мальчик думал, что родителей нет в живых. Ученики часто убегали гулять по городу, в том числе и Оник. Однажды он забрел на городской рынок. Вдруг кто-то кинулся его обнимать. Это была мать Шераза. Оказалось, она не погибла, но отец погиб от пули турок в тот злочастный день, когда враг вошел в город. До конца своих дней Шераз посвящал ей строки полной любви. Встречу на рынке он также воспел в стихах. Давайте посмотрим на фотографию Шераза с матерью. Арарат. Священный символ для каждого армянина. Араратом восторгались все армянские поэты, писатели, художники и музыканты. Но никто не посвятил нашей святыне столько трогательных строк, сколько Шераз. Современники прекрасно помнят его изречение. Каждый раз, когда речь заходила об успехах других народов, Шераз повторял. Пускай все народы дойдут до луны, только бы армянский народ дошел до Арарата. На могиле в понтоне Камитасы, кстати, нашли покой величайшие сыны армянского народа. Конечно, как я говорил, и Хванес Шераз. На его могиле вы не увидите надгробного камня. Она покрыта травой и обрамлена мрамором. Напомню нашим зрителям, что в советские годы говорить о геноциде армян было не принято. Но Шераз громко озвучивал тему в своих стихах. Дочь поэта Астхик вспоминала, что около их дома часто крутились подозрительные люди в шляпах. Это были чекисты. За поэтом вели слежку. Они не желали, чтобы Шераз ходил в цитернакоберт. Власти опасались, что он подтолкнет народ на митинги. Современники поэта знали, что Шераз и Севак конфликтовали друг с другом. Их противостояние, кстати, длилось несколько десятилетий, вплоть до смерти второго. 17 июня 1971 года Севак с семьей возвращался в Ереван из деревни. Случилась страшная катастрофа. Севак и жена погибли. С тех пор прошло 52 года. Однако истинная причина катастрофы так и осталась тайной. Официальная версия – несчастный случай. Но многие предполагают, что неугодного поэта убили. Очевидцы рассказывают, что Шераз пришел на панихиду Севака. Чувства переполняли поэта. Он подошел к гробу, обнял его и заплакал, как ребенок. Шераз понимал – это невосполнимая утрата армянского народа. К тому же он осознавал, что с Севаком случилось что-то не то. В тот же вечер, возвращаясь домой после панихиды, Шераз осмелился подойти к чекисту во дворе. «Слышишь, вы Севака достали, но меня не достанете. Не получится». Вот такая смелость была в поэте. Друзья, еще раз напомню, что всех самых достойных патриотичных армян, которые творили, писали и пытались поднять Армению на ноги, убивала советская власть, убивала царская Россия. Именно руками русских чекистов убиты были практически все патриотичные армяне. Поэтому, когда вы восхищаетесь Россией или российской властью, помните, сколько крови пролила эта российская власть. Это российская КГБ, это советская власть, это царская Россия. Научитесь уважать свою историю и свою литературу. Автор выпуска Роман Багдасаря. Мы смотрели и слушали инфоплатформу в центре объектива.